всем привет друзья сегодня вот решила записать видео такое без ускорения да с объяснениями с подробным будем сегодня писать тигрулю у нас год тигра в том году мы писали быка в этом году у нас тигр так сейчас мы делаем холстик на картоне 30 на 40 здесь я вот сделала себе карандашный набросочек такой вот сейчас мы тоже самое перенесем на холст буду я работать карандашом намечать потом уже все это дело проработаем красками ну и сейчас давайте разметим до нашего тигрика и так примерно разделю листик холстик листик пополам для чего так вот примерно чтобы нашего тигра не поместить четко в середине то есть он у нас смотрит прям на нас то есть сделаем его куда-нибудь слегка сместим ну давайте куда давайте сюда это сместим нам нужно смотрите начертить приблизительно ровный квадрат то есть не идеально приблизительно отверх отступаю здесь у нас еще тут вот холка да у него будет сын вернее спина да вот продолжение там вот спины то есть где-то я вот так отступаю чтобы не было так примерно пока так дальше здесь внизу у нас тоже надо оставить и будет там под мордочкой там часть тела его видно будет давать на стану так и тоже как нам хочется его сильно мелким делать так вот да где-то и теперь я смотрю вот примерно так чтобы у меня приблизительно было одинаково да вот примерно квадратно примерно ровно то есть здесь у нас чуть-чуть меньше места здесь чуть чуть больше дальше что мы делаем смотрите мы этот квадрат обращаем внимание делим пополам сам квадрат поделили пополам далее от середины вот здесь вниз мы немножечко отступаем где-то вот у меня получилось это примерно моя вот эта линия на метке разметки дальше пока это все здесь намечаем такую вот линию вот примерно такую это у нас будет макушечка там дальше уже телом его потом в конце уже когда морду его создадим тогда наметим собственно все остальные там где лапки видно что такое дальше вот под таким углом чуть выше квадрата намечаем ухо пока вот такими вот засечками никаких закруглений просто ровные линии ровные линии вот такими вот засечками намечаем одно ухо дальше сюда где-то пойдет второе ухо приблизительно вмещаемся в квадрат так и здесь вот такой наклон вот примерно показали наши ушки так далее что мы делаем вот здесь у нас будет чуть-чуть вот так выше здесь такой треугольник намечаем здесь такая вот черточка да это у нас будет носик носик у нас если вот так поделить он у нас не особо большой здесь ставим как бы такой проем дуга да и потом здесь волна вот такая здесь волна пока вот так вот наметили оставим дальше вот эту линию которому узенькую сделали делим на четыре части то каждую вот эту часть делим на 4 пополам половину пополам опять пополам пополам половины пополам и вот эти вот от большой центральной 2 это будет глаз то есть глаз будет вот здесь и вот здесь и вот мы его намечаем таким образом здесь делаем вот так такую же линию сюда примерно да а здесь у нас вмещаемся в квадрате сделаем закругление здесь у нас там потом его стрелочки какие красивые пока так вот намечаем где-то посередине глаза вот здесь наметим себе пока что такие вот точечки зрачочки и от них вниз проводим такие вот вертикальные линии нам это надо будет и от края глаза тоже вниз проводим линию вот этот край глаза это у нас будут эти щечки его будут его щечки так от внутреннего уголка глаза тоже провожу линии это вот носик собственно но у нас не прямо то будет от уголка идти здесь будет светлая полоса а он у нас более темненький и с таким небольшим прогибом вот так вот он пойдет у нас и к носику здесь закругляем так и сюда вот он вот этой перемычки пойдет вот так вот здесь будут как вот такие вот капельки не до самой перемычки доходим а вот как бы сюда все как бы этого пока достаточно дальше губки вот эти наши у нас они пойдут вот так вот щечки самая выпирающая часть будет примерно вот на уровне носика где-то вот здесь раз приблизительно то же самое сделали с этой стороны и уходить они у нас будут под глазик потом а потом вот тут вот там дальше такая вот рыженький беленький там под глазками оттенки будут дальше если разделить вот от краешка ухо где-то под небольшим наклоном вот так вот примерно носику вот сюда к вот так вот этим вот линиям то вот это у у нас тоже будет лобная часть его которая рыжая на которого полоски все эти вот это вот часть дальше по вот этим уголкам ухо отмеряем вот так вот линию до этой линии у нас будут доходить вот эти вот пятна которые белые над глазами здесь они где-то закругляются здесь более такая вот она будет волнистая дальше темные части здесь будут усики беленькие а здесь вот так вот под носик уходить будет это тоже пока себе намечаю легонечко далее форма общая мордахи мы ее покажем так выходим так ну где-то тоже вот уровень носа где-то вот так вот пока такими вот тут у меня не особо удобно вот так вот намечаю такими засечками ровненько и потом она у нас вот сюда уходит это шерстка далее вот эти вот от зрачков которые вниз опускались мы линии здесь делаем небольшой такой прямоугольник нарисовали прямоугольник и уголки можно чуть-чуть и так вот за круглить слегка и от краев крыльев носа опускаемся вниз от краев крыльев здесь делаем такую вот подбородочек его небольшой у мордаха открыта так далее здесь вот по этим же линиям чуть-чуть меньше это будет как бы теневая губа его да а это уже непосредственно будет там язычок зубки вот здесь два таких колокола будет у него там где-то язычок будет и здесь маленькие зубики на этом потом покажем сейчас она не надо дальше 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 мы наметим с вами это же самое вот это пушистая мохнатость до его морда а есть такие вот линии черные которые показывают ну вот этот объем и как бы задают его мордаху собственно они у нас будут это уже будет показано у нас черными линиями да то есть они нам зададут где-то вот здесь вот так вот начеркала начеркала так ушки теперь можно слегка закруглить вот эти все уголочки здесь будет толщинка такая вот ухо здесь закругляем это все дело здесь она вот так вот как интересненько пойдет здесь как-то вот так вот так и здесь тоже вот этого толщинка здесь вот узеньки сюда вот расширяется так дальше где-то у нас будет заканчиваться светлая ухи здесь будет уже ржина здесь будет темнота здесь будет темнота это потом мы все вот это сделаем шерсткое направление его вот сюда дальше сделаем вот эту холку его значит от уха примерно вот отсюда и не смотрите не посередине именно а как бы слегка смещать смещаем вот где-то вот сюда у нас будет вот так подъем а потом потом он у нас уйдет ну вот почти вот сюда вот такой горбик нарисовали то есть ведь он здесь меньше расстояние здесь вот более такого большого то есть вот так спинка макушку головы еще не наметили тоже вот она у естественно не плоская да ну чуть-чуть ее и загнули то есть и там уже полосочки полосочки там полосочки дальше 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 собственно его вот тело сейчас покажем тут такого ничего сложного от уха видео вот под почти около вот это его чёрстки смотрите здесь будет небольшой прогиб я сразу не мечу дальше за ним такой горбик скажем тогда и вот сюда пошли вот так на сужение то есть тут особо такого ничего нету и рядом здесь пришли вот так здесь мы начнем начнем если так посмотрите где ухо у нас заканчивается где-то отсюда пойдем вот так вот здесь чуть-чуть что-то такое и здесь тоже покажем линии которые у нас темные вот так у нас линия пойдет грудь будет его подчеркивать здесь немножко от края отступаем и тоже такая вот черная линия пойдет здесь будет черная линия и вот отсюда у нас ну вот в принципе как бы все вот здесь у него еще я смотрю от белых вот это где будут усы белая здесь пойдет такая большая большая черная полоса то есть задавая вот этот вот морду округлости его ну вот в принципе пока с построением и все давайте будем теперь работать красочкой разбавитель я буду использовать light spirit без запахом и выдавлю красочки красочку возьму куда-нибудь вот сюда белила титановые белила титановые желтый средний берила ладога малевич желтая возьму не знаю понадобится не по на и может для фона охру желтую фон у нас такой вот темно-темно зеленый возьму еще индийскую желтую тоже не знаю понадобится нет но она такая классная краска прозрачная красочка мастер-класс охла охра санит у меня оранжевая тоже санит я такой непривередливый человек я как бы всякими красками пользуюсь вот тебе о красный так что видно там попадает кадр краска возьму умбру натуральную может понадобится может нет чуть-чуть выдавлю если что добавлю еще ну и соответственно для фона голубая fc немножко и для темных пятен для белого в тени я возьму индиго индиго не гамма и так теперь нам нужно хочу сначала проработать глазки пока вот мне руку ничего не мешает как бы чтоб не пачкаться возьму кисточку даже не знаю какую что-то у меня такой прям маленькая идеально нет возьму вот такую это вообще из детского набора манюшка манюшка такая прям вообще картинку картинку увеличила глазки беру окунула в разбавитель беру дига тряпочку обязательно и вот сейчас прорисовываю глазки наши глазки пока индиго вот так вот сюда спускаемся также стрелочки пойдут красивыми у него не сильно тонкую линию делаем чтобы у нас потом шерстка сюда белая дамы поведем и полностью черный наш чтобы она не перекрыли вот сюда опускаем немножечко и у него будут слезнячки дал мне слезнячок выпускаем и здесь вот так глазки делаем один потом сразу 2 как бы зеркально принципе в принципе этого тигрика не зая если получится в описании скину ссылку вот в интернете да на картинку то есть чтобы референс у вас был ну посмотрите что там чтобы удобно вам было рисовать не совсем мне удобно когда рисуешь тяжело говорить мысли сбиваются так что извиняюсь если что-то допустим будут мысли сбиваться так вот здесь добавляю так вот индиго пока чистым сам свинчок не особо удобная кисточка конечно тут у меня такого прям чтоб кончик острый был ну да видимо уже ехать закупаться вот здесь чуть-чуть потолще толще и теперь сам зрачок то есть смотрите нам нужно сделать глазки у тигра они не крупные они то есть такие небольшие по сравнению со всей мордахой они как бы не особо-то большими глазенки у них небольшими глазки такие вы должны получиться раскосы скажем так отходите смотрите издалека в целом как он получается а вот сбилась смысле что хотела сказать картинку скину она там квадратная то есть можно в принципе и квадрат брать смело будет тоже очень даже хорошо но мне вот захотелось чтобы было фона побольше можно в принципе ну и здесь естественно будет классно если там в интерьер на каком-нибудь большом формате 50 на 60 даже но это как бы большой но не очень можно конечно в принципе больше будет тоже классно так дальше я возьму охру и вот наверное сейчас сюда я добавлю индийскую желтую чтобы сделать такую вот прям красивую можно взять по моему золотистая примерно что-то такое либо капельку английской красный и зрачки вот здесь по краешку по краешку по краешку я прорисую этим цветом здесь и опять вот зеркально пошла на следующий глазик я не знаю как пока еще ну вот думаю надеюсь мы уложимся да это в один мастер-класс так умбру натуральную беру сюда добавляю а может получится так что мы сейчас основной подмалевок сделаем а шерстку прорисуем потом на посмотрим затемняю глазки от века падает как бы до тень затемняем тут вот под верхом так одинаковые глазки приблизительно тут что-то мне кажется надо чуть-чуть подправлю дальше мне нужно намешать такой какой-то зеленоватый оттенок возьму охру голубую фц желтенькой попробую чуть-чуть белил добавлю прям вот прям капельку желтого белил вот такой вот красивый оттенок чтобы более светлые глазки были светящиеся здесь периодически окунаю разбавитель так и соответственно второй кисть протираю и эти оттеночки между собой по границе прохожу слегка смягчаю туда-обратно туда-обратно и все и получился как бы плавный переход и вот здесь тоже с умброй вот это вот с темненьким тоже прохожу легонечко смягчать дальше зрачочки зрачочки у него маленькие то есть где-то вот здесь вверху не делайте сильно большие он как бы из-под логи так сурово смотрит на нас и вот небольшие зрачочки далее далее я возьму белилки и наверное я попробую индиго серо-голубым оттенком лишнюю краску снимаю прям чтобы так подпачкана подпачкана просто кисточка была вот здесь вот здесь в слизничке у нас там небольшой бличок есть в одном во втором и и также толщинку нижнего века я вот здесь покажу как бы по середине этой черной линии я как бы провожу тоненькую линию такую вот голубоватую показывая толщину века и не полностью обвела да только вот как бы но внизу глазика дальше белилки охра белилки даже вот этот коричневатый такой вот оттенок сделаем бличок красочки чуть-чуть вот здесь под веком что-то у него там чуть-чуть заходя на зрачок таким вот довольно таки темным цветом этот в ту сторону да этот у нас вот здесь немножечко захожу на зрачок это даже не бличок а как бы не знаю может рефлекс какой-то что-то там у него в глазках чуть-чуть поярче чуть-чуть прям капельку здесь у меня охра умбра индийская желтая белилки вот так такие пятнышки сделали и яркий беленький бличок вот яркий белый бличок нужно ставить в одно движение не вот поставили и поставили то есть не елозить не затирать чтобы глаза наши не потеряли объем так единственное что сейчас я наверное еще вот здесь вот тут чуть-чуть подрежу вот иногда мне хочется знаете писать более так постозно живенько раз раз а иногда хочется сидеть вот это вот каждую мелочь вырисовывать иногда себя прям за это ругаю что этого иногда делать не надо а вот сидишь и вырисовываешь так и вот беленький беру на кончик кисточки я беру беленький периодически отвлекаюсь картинку включаю так и вот где-то смотрите стык охры и зелененького здесь ставлю здесь ставлю даже не беленький беленький не надо слегка голубоватый такой вот вот прям так набрала стык зелененького и беленького тут небольшую ставлю раз бличок все вот как он получился так его и оставляю потому что какие-то поправления это сейчас уже будет не то еще кисть протерла набираю красочки следующий бличок у меня будет вот здесь где-то вот так раз маленькую точечку такую вот он здесь более вот все вот такие бличочки в глазках у нас сейчас возьму коричневый этот вот тут еще вот сюда затемню немножечко вот так более такой взгляд у него получился так теперь нам нужно наметить самые темные линии то есть черные да я возьму наверное вот такая вот у меня есть синтетика китайская то на видите она не плоская она уже торчит так вот в разные стороны опять-таки на разбавителя вот я окунаю и беру чистый индиго и намечу так ну намечу где у нас вот здесь у нас прям будет такой вот индиго индиго так 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 уже подторлась у меня здесь слегка закругляем и втираем здесь слой тонкий тонкий так дальше все вот эти наши полосочки сейчас мы это наметим штриховать буду по направлению роста шерсти вот здесь у нас такая вот полоса полоса темная тоже я не буду каждую полоску прям вот повторять там один в один ну приблизительно так вот что-то основное да мы же не какой-то там ксерокс так здесь она у нас будет значит идти до суда подъему потом она у нас чуть-чуть пойдет вот так так прям кончик кисточки в растворитель и намечаю вот она у нас пошла сюда и потом вот так вот как бы такую щечку да нарисовали и пойдет она у нас вот вот почти аж до ухо сейчас вот кончиком прочерчу себе траекторию и оставляя место под пушок вот как то вот так она пойдет то есть здесь она уже будет такая более тоненькая направление движения примерно вот это и вот так вот вот где-то тоньше где-то толще ручки покороче по длине вот так вот наметила какая-то она прям ровная получилась вот так вот сделаем где-то вот так выйдем то есть вот такое что-то далее далее вот ухо навстречу вот этой полосе у нас пойдет тоже тут вот закругление показываем изгиб головы да тут будет потоньше тут потолще то есть вот так вот вот здесь более тоненькая она становится переходит полосочка в более тонкую вот вот намечаю вот так вот так дальше где у меня еще вот здесь такое у меня есть интересные интересные не у меня у него такие вот два пятнышка одно поменьше капелька вот здесь побольше с с этой стороны тоже что-то такое приблизительное поменьше побольше так ноздрички я возьму на свою вот эту маленькую кисточку сейчас ноздрички мы намечен более такая вот мелкая как бы не хочется их сделать какими-то и вот сюда тонкая линия уходит вот так вот вот так поднимается здесь и пошла туда здесь в принципе так же раз тонкая линия здесь вот так спускается то есть спускаться не в саму прям перемычку а где-то вот рядом с ней так дальше сама перемычка тоже будет темненькая пока вот так черточку поставлю дальше там у нас будет такой темно-темно-красный вот так сейчас себе намечу пока остатками краски здесь можно чуть-чуть подпачкать вот так дальше продолжим 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 с мордахой беру опять индиго над глазками и чуть-чуть отступаем вверх такие вот капельки вот сюда вовнутрь оп одна и с этой стороны тоже приблизительно на том же месте поставили и вот так сюда такие капельки сделали дальше вот эти стрелочки да от глазок давайте сделаем они у нас значит это у нас пойдет вот так вот прям раз сюда и потом вот так вот она оп вниз под глазиком отступая слегка от глаза тоже у нас здесь такая вот будет темная полоса а там будет белый потом много раздавителя много и здесь вот уголочек вот так вот опускается как бы уже давая направление на сам носик с этой стороны стрелочка ну примерно так же она у нас идет так 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 и вот сюда она под глазиком спускается и спускается где то вот так наметили эти части так здесь пойдет вот так здесь 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 ну тоже опять-таки видите я не все прям повторяю в один коктейль здесь вот так пойдут здесь уже коричневая вот эта вот часть будет там здесь маленькая какая-то пятнышко пятнышко чем мне нравится вот эта вот кисточка китайская она лишнюю краску то есть не ну не дает нанести она ее соскребает и в принципе так здесь удобно ей писать вот именно какие-нибудь такие моменты вот так вот у нас изгибается линия и идет сюда вот так теперь уже можно в принципе наметить если удобно к примеру да будет карандашом наметить вот сюда чуть-чуть захожу и так вот так зайду дальше от вот этой стрелочки здесь тоже пойдут такие вот так пойдет линия где-то вот сюда раздваиваться она будет вот сюда пойдет вот так треугольничком и здесь раздвоится пойдет куда-то вот сюда вниз так ну и теперь идем намечаем так вот короткими носочками здесь она раздваивается даже вот этот формат в принципе вот мне как по ощущениям маловато так так на носике вот здесь я вижу два таких пятнышка с этой стороны тоже что-то такое темненькое здесь вот по носику будут такие вот по вот этим щечкам по краю с с этой стороны не вижу чуть-чуть добавлю и здесь тоже у нас пойдет значит так вот вот это вот пятнышко пойдет вот сюда вот так вот вот так вот так здесь она там раздвоится и здесь такая большая будет оп пятно здесь пошире тут поуже то есть берите холст побольше не бойтесь как-то писали что новичка на больших холстах тяжело ну это не совсем так на больших холстах иногда даже наоборот удобнее здесь расширяю чем на маленьких то есть не нужно вот это скрупулезно сидеть это все прицеливаться то есть на большом есть где размахнуться скажем так так вот эти вот полосы внизу я сейчас тоже намечу шерстка у нас идет ну как почти вниз вот так растет так и вот тут она преломляется слегка линия и вот сюда 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 здесь пошире она становится и туда куда-то вниз ушла далее здесь мазочек я делаю как бы вот так вот в сторону то есть по шерстке по направлению и здесь здесь будет такая вот ну или там чуть-чуть чуть-чуть будет видно и вот это то есть уже в другую сторону двигаюсь так как 6 здесь сюда идет а с этой стороны сюда и вот сюда куда-то вниз пошла дальше индиго с умброй я заложу наверное сейчас вот здесь вот теневые ушек здесь немножко в ушках чуть-чуть вот так вот прям просто как бы кисточку да вытру можно так сказать чтобы у нас вот эта глубина там теневая уже было заложено так дальше продолжаем наши полосочки около ухо ухо вот тут чуть-чуть краешек нижний там есть темные волоски вот здесь так теперь на лбу да у нас остались ну вот здесь можно пока тут нам фон мешать не будет вот здесь вот пока покажу по краю ухо здесь а здесь чуть-чуть поменьше покажу так 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 такими резкими движениями дальше головушка здесь вот от уха тоже у нас пойдет вот так вот темная часть вот тут еще здесь вот это вот пушистость да мордахи здесь кусочек тела рыжего и там вот почти около краешка там тоже видно такая легкая легкая ведь я мизинчиком упираюсь легкая легкая черная полосочка там пойдет и вот где-то здесь закончится вот далее далее вот здесь какое-то пятнышко ну и тут уже я буду наверное создавать так вот их ну приблизительно так смотрите где у нас начинаются они вот треугольником да вот так стороны расходятся то есть идут от глаза вот от этих мест сейчас вот так точечки поставлю вам а треугольник этот в принципе начинается ну если взять расстояние от глаза до наружного уха где-то половину взять вот тут вот здесь будут они как по треугольник сходиться то есть вот вот так и здесь вот я намечаю так вот такие вот тоненькие более чем выше на лобик мы поднимаемся там у нас такие даже есть вот пятнышки треугольниками интересными где-то просто вот так вот раз раз что такое где то вот так вот допустим пойдет какая-то волнистая прерывистая вот дошли до этого пятнышка до дальше вот такие два у него красивых черных пятна где-то вот вот наши белые до участки аккуратненько смотрите их не залезть где-то середина их приблизительно здесь такие два таких прямо пятна как такие капли и закругление видите другую делаю пока чтобы показать уже мазочками да что он объемный лобик у нас не плоский объем над над ними тут вот идет такая волнистая что-то там над ними как что-то мне напоминает знаете лепестки что-ли то есть ищите ассоциации какие-то то есть себе так не знаю мне проще рисовать когда я придумываю себе это пятно допустим не напомнила какой-то лепесток не похоже на сюда тоже примерно такое же тигра это в принципе как вот эти вот все их узоры как у человека отпечатки пальцев то есть у них у каждого они разные то есть если вы нанесете к примеру какие-то немножко свои пятна то есть ошибкой это не будет вот тут я вижу немножко на белое заходит такое пятнышко здесь аналогично тоже мы его чуть-чуть сюда выкинем на белое дальше здесь пошли уже такие покороче полосочки покороче потом опять раз и подлиннее тоже как лепестком но поменьше что-то такое так над самой макушечкой там такая вот поле на всю длину полосочка ну и тут уже добавлю что-то от себя то есть что-то такое вот смотрю внимательно где у меня что еще есть так под усики под усики наши вот у нас белая да вот это у нас белая будет вот тут коричневая на коричневом немножечко вот вот так вот поставлю такие вот пятнышки и по белому тоже самое проделаю направление да вот как бы такое вот зак закругляя ну ряда 3 я думаю хватит около носика они сужаются то есть сюда они где шире расходятся в краям ближе к мордахе они сужаются пишите непостозно сейчас на данном этапе так вот очень тоненько чтобы комфортно было так мы пока на этом мы нашего тигра оставим чтобы нам сейчас сделаем фон он будет подсыхать мы пока поработаем с потом с оранжевым для фона я возьму ему надо что-то побольше кисточку какую-нибудь наверное возьму не знаю синтетику наверно пока возьму закрою а потом на референсе более такой вот он спокойно размазанный фон мне хочется я наверно знаете что сделаю но я зарисовалась даже не заметила у меня оранжевая убегает 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 не хочет на палитре находиться я сделаю потом вот сейчас ну так как сухой да я его синтетикой так вот быстренько смягчу и потом уже наверно мазками сделала какие-то там типа задний план лес вот еще чего заметила мы вот здесь не сделали пятна черный вот заметила здесь вот так вот там немножко здесь какую-то такую вот полоса вот тут понад краем она идет такая раз-раз-раз-раз длинненькая потом по форме вот так поворачивает сюда куда-то пошла где-то вот здесь так сюда вот так продолжим вот так пускай будет без разницы главное показали там не по самому краю там по самому краю оранжеватый потом у нас пойдет и теперь будем работать с фоном и так я беру свою кисточку синтетику окунаю в разбавитель и надо намешать цвет возьму сначала вверху я вот вижу здесь у него более светлые места плавно переходить пятнистая а здесь прямо вверху совсем такой темная чтобы у нас акцент вот как бы на мордаху был да и вот так вот я закрашу видите прям течет индиго с умброй то есть где-то вот оно так вот трясется вообще прям набираю и закрываю можно втирать гига умбра углы больше затеняю затемняю затеняю вот как-то потом у меня еще будут темные пятна где-то вот здесь тут пятно там пятно но то есть в светлых есть и такие вот более темные то есть вот так вот кисточкой покручу поверчу ой голубая попалась пускай у нас будет все равно там немножко будет зеленоватый поэтому тут утираю прям вот так кисточку то есть не совсем даже аккуратно вот таких вот пятен нанесла нанесла да вот так вот что-то где-то больше не где-то больше умбра вот такое вот какое-то состояние сделали дальше я возьму тоже темный довольно таки цвет возьму охрус умбра из голубой функции вот такое что-то зеленоватое нанесу нанесу так ушки наши стараемся около тигрека уже более так вот аккуратно там потом шерстку мы слегка на фон покажем но на ушках у нас шерстка не настолько длинная это вот здесь мы можем размахнуться на фон охра умбра голубая сильно краску я не вымешиваю на палитре я добавлю умбра индиго для того чтобы она наносилась вот видите умбра понадобилась все таки для того чтобы она и на холст наносилась так вот не каким-то однородным скучным цветом а именно так вот разнообразно интересно голубая давайте желтенького чуть-чуть почему бы и нет так охры голубой здесь слегка можно в принципе подрезать мордаху чтобы потом наши шерстинки на фон пошли как бы только слегка не надо сильно пока вот так вот видите постоянно я набираю краску как бы вот здесь пятна около мордахи да как я сказала уже примерно в этом районе я вижу посветлее дальше опять потемнее втираю тонким слоем и так вот немного небрежно да скажем так краям ближе затемняем напишите в комментариях как вам такие вот видео может если получится буду чаще снимать вот так вот именно тем не потому что у меня тут товарищ код это он сейчас страшно не страшно а странно что молчит а так вообще тоже страшно то что он очень требовательный и то есть если ему не уделять внимание вот он будет кричать пока ты не подойдешь к нему то есть товарищ такой что не дает особо поработать чуть-чуть зацепила желтенькая прям немножко хочется закрываем одну сторону или все-таки снимать больше таких вот видео когда с небольшим ускорением потому что мы не знаю я мне кажется лучшее замедление почему потому что в любой момент можете к примеру в настройках ютуба да там поставить скорость воспроизведения думаю и о краске и о том что сказать поэтому так вот торможу немножко вот и поэтому как бы кто хочет быстренько да допустим посмотреть можно и на ускорение там единственное что голос да искажается но а так то в принципе палитра как бы все это видно можно сначала посмотреть а потом уже писать как бы уже общий смысл то вы понимаете о чем я там рассказываю вот так мне кажется ну скучно сидеть смотреть вот это вот когда я на одном месте вот это заполняю 3 часа да так вот здесь обхожу вот тут у нас тело его сейчас так вот обойду и теперь более темными это больше голубой также прикольно оранжевый вот в зелень давать он такой вот получается тоже спокойная такая знаете тепленько получать так вот сюда добавлю чуть сильно темно не хочу как бы делать но и чересчур светлые чересчур светлый фон тоже не надо делать потому что тигр у нас как бы но он яркий да такое и естественно ярче красивее смотреться когда фон будет такой вот более какой-то приглушенный темный то есть контрасты да такие мои любимые контрасты обожаю контрасты картины которые такие вот контрастные не всегда выигрышно смотрится а иногда вот редко конечно иногда прям хочется какой-то такой нежнятинки чего-то такого нежного спокойного листочку я в растворитель не каждый раз окунаю то есть когда уже чувствую что у меня краска мы прям совсем не хочет ложиться туго-туда так идет тогда добавляю окунаю это не полощу ее так вот уголочком прямо кунаю так и книзу вот здесь я сделаю потемнее потемнее можно классно зеленый получается коричневый с голубой фацена любой коричневый хоть марсу умбров без разницы глубокий темный зеленый оттенок на видео видно нет я тут вся светом обставлена как бы чтобы вам было видно не знаю видно нет и теперь ну вот есть такие пятна более светлые это более темные так вот это у меня какое-то скучное пятно получилось дайте-ка я его еще вот так чтобы оно у меня было такое повеселее я конечно еще буду тут потом работать даже не потом а сейчас вот она уже видите в принципе на растворителе чем классно писать он уже такой вот чуть-чуть пачкается совсем так возьму хочу более яркие вот эти вот места где-то повтирать тоже вот охра вот это грязная наша охра желтого и кое-где вот здесь даже чуть-чуть наверное возьму белилок позволю себе взять немножко белилок и в растирочку вот немного красочки видите вот прям испачканные волоски и вот так вот не задумываясь как бы как красиво красиво нарисовать не надо его там вырисовывать вот именно живенько живенько вот так вот заполняем как бы вот эти вот пятнышки и растираем растираем кистья вращаем в разных направлениях тогда вы получать так вот прикольная прикольная такое вот веселенько так охра желтенький блинки желтенького побольше чуть-чуть макнула в голубую что-то такое и вот здесь тоже так вот видите много вытираю кисть и уже втираю то есть когда у вас будет на кисточке мало краски вот именно мало белила они же вообще они моментально все высветляют то есть если у вас будет мало красочки на кисточке она то есть вот так вот втереть ее растереть как-то сделать нежненько воздушненько у вас получится гораздо проще чем у вас допустим будет там какая-то большая такая пастозность вот не знаю стоит мне его щетиной прорабатывать что-то не прямо не хочется так нравится фон может и не надо проработать тут какие-то детальки интересности добавить можно в принципе так оставить уже он такой интересный получился единственное что может еще мне хочется светлее вот такой вот желтенький беленький голубая функция еще кое-где добавлю так вот сейчас нанесу вот здесь допустим вот здесь да тут такого оттенка тут желтый голубая вот здесь протираем и уже эти пятнышки хочется какого то знаете типа там какой-то он из леса выходит или там на заднем плане лес и такие вот видите прям сухо я шкребу по холсту то есть иногда вот я пишу вам да когда мастер-классы я задумывая что-то вот о вот такое мне нравится да красиво получилось задумываю там вот сделаем вот так а потом по ходу дела рождаются какие-то свои идеи и она переиначивается все вот хотела же дома мазками как-то сделать пастозно интересно фон вот что-то вот все уже передумала и будет у меня вот так бывает у вас такое напишите или я одна такая какая-то неправильная думаю одно получается другое возвращаясь возвращаясь к своей кисточки которая я черненькие пятнышки вот это вот китайская а-ля синтетика вот и сейчас мы наметим наши наверно оранжеватые пятна но начнем с носа я возьму я возьму умбру сейчас я ее аккуратно вот так раз от синего унесу вот сюда в сторону возьму умбру и так сейчас нет это темновато возьму 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 оранжевого то есть должен быть нос смотрите извиняюсь вот эти вот части щечки они будут потемнее чем сам нос он нос у нас такая часть выпирающая да он будет немного светлее 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 будет тоже вот до уровня глаз здесь будет светлее туда пойдет уже такой более потемнее и вот в таких вот направлениях вот от глазика умбра натуральная с оранжевым вот так вот так разбавитель вот таким вот образом сюда вот так вот поворачиваем это у нас еще коричневый опыт идет обхожу носик вот где-то до суда у нас эта коричневинка доходит так и до уголка глаза то есть где-то вот вот сюда и тоже самое аналогично с другой стороны эти щечки показываем умбра и оранжевый вот где-то вот сюда пока вот так здесь у нас потом более светлая полосочка пройдет и потом сделаем такой же оттенок такой же оттенок такой же оттенок я вижу где-то вот вот здесь смотрите здесь у нас будет белая вот уголок глаза пойдет вот сюда белая то есть и вот до уголка где-то вот где-то вот где-то вот слезнячки да где-то вот до суда так тут такие пятнышки потемнее я беру больше оранжевого добавлю сюда наверно охры ну тоже с умброчкой так а ну-ка ну да пойдет такой цвет закрываю наш носик носик он по сути рисуется шерсть у него вернее растет вот если поделить его пополам да то она вот короткими в одну сторону в другую вот так вот растет то есть от вот этой вот переносице вот этой да скажем так короткими движениями в разные стороны там потом более светлыми волосками покажем приучать руку до поставить а здесь вот так вот носик давайте сделаем носик белила пока не хочу я трогать добавлю сюда красного и не хочу трогать взяла вот такой вот ну как вроде бы красненький розовенький но бледненький прорисую наш носик то есть чисто розовым не надо как бы красный подпачкать надо обязательно чем-то потому что он у него не идеально прям розовый вот такая носопырочка у нас получилось чуть-чуть беру на уголочек кисточки индиго и вот здесь у него тут такие вот есть легонечко касаясь какие-то пятнышки желтый с белилками вот здесь более светлые места нанесла и вот так вот можно его растереть чтобы они вписались да просто высветлилась на полосочек никаких там как бы не было видно так возьму возьму свою кисточку вот эту манюрику и вот здесь уже раз на носик начали да над носиком ну вот так вот сделаю сначала полосу белую тоненькую давайте вот так вам было как бы понятно да кисть протираю и теперь вот эту полосу очень очень так вот аккуратненько вверх тяну как бы ну получается такие типа волоски вот на носиком такие коротенькие и эту полосочку же я просто потянула белилки с охрой уже такой нечистый белый продолжаю подниматься дальше то есть вот тут чуть-чуть есть вот так давайте проведу сейчас здесь они чуть-чуть повыше коротенькими коротенькими там волосочки у них вообще малюсенькие малюсенькие и вот здесь немножко тоже подлиннее то есть уже в этот оранжевая так как бы описываем ну так чуть-чуть чуть-чуть показали дига дига вот тут так вот потыкала потыкала красноватый этот чуть-чуть посветлее вот тут вот хочется теперь носопырочку ну пока оставим пока у нас белый холст есть и не совсем понятно чего куда да какой оттенок так умбро оранжевый оранжевого побольше вот сюда чуть-чуть макаю в разбавитель так как кисточка вот сухенько пошла вот этот ржеватый оттеночек нам нужно нанести между нашими вот этими темными пятнышками здесь переход вот он более плавный то есть нет такой конкретной четкой границы можно вот так вот пальчиком смягчить так дальше ну то есть в принципе вот эта вот часть у нас вот приблизительно вот такого оттенка то есть можно кисточку брать меньше кому как чем удобно я не знаю сейчас попробую этой если мне будет некомфортно я возьму наверное поменьше то есть кисточки тоже вот есть художники да показывают какими кисточками они там потребуются в мастер-классе я тоже я такой художник я как бы ну смотрю по обстоятельствам допустим если я сейчас да работаю мне к примеру неудобно ей как бы чего я должна придерживаться там именно того что я показала да то мне понадобится я могу взять и другую то есть работать должно быть комфортно то есть если вам не комфортно это знаете уже не рисование а мучение какое-то получается то есть зачем мучить себя возьмите то что вам удобно то есть и смотрите друзья не заканчивая я в белых пятнах как-то конкретно ровно то есть вот они такие оторванные где-то короче где-то длиннее то есть какой-то какой-то конкретной вот как я начертила да граница вот треугольник у нас здесь рыжий да он треугольником таким но он волнисты как бы условно какая-то там граница ну придерживаемся чтобы он не был уж очень куда-то вот так в бок уходил это ну как бы вот этих примерно как сказать забыла ну примерно в этих рамках вот в этих рамках примерно чтобы эти пятна были оранжеватый коричневатый индиго чуть-чуть подмешивается как бы вообще я на это не обращаю внимание ради бога это дает нам еще какие-то дополнительные оттенки это живопись то есть это более сложные оттенки получаются то есть дополнительные да какие-то то есть не сижу я не прорисовываю там чтобы прям вообще каждую каждую там между полосочками то есть что-то примерно приблизительно так доходим уже почти до верха так окуну чуть-чуть разбавитель сухо теперь идет вот уже получше так не нудно вам слушать меня так все я переживаю ну что примерно попали мы в эту разметку что-то такое да ну вот он пятно условно треугольник да дальше я беру белила сюда белила белила да вот наверное таким оттенком и попробуем значит это белое пятна оставляем белые мы их потом другим цветом закроем вот тут под ухом и пойдет вот сюда вот так вот оттеночек вот под глазами вот здесь оставим здесь у нас будут такие они более коричневатые уже в белила надо было сразу сделать вот вот такое вот что-то что-то типа оранжевый разбеленный да ну с коричневинкой какой-то вот сюда я наношу так куда он идет вот эту полосу он захватывает слегка и пойдет пойдет так вот этот треугольник где-то вот сюда то есть вот тут я смело этим цветом закрываю растворитель лишний край лишний растворитель в тряпочку если что снимаем и вот так вот слегка заходя уже как бы давая намек на ворсинки какие-то да захожу на черный поэтому как бы у нас изначально черный я сильно там не пыталась как-то сделать идеально потому что я понимала что я в любом случае да залезу этим цветом так здесь у нас коричневый пойдет вот сюда уходим залезу оранжеватым каким-то светлым цветом на индига поэтому я их делала смело потолще чуть-чуть так вот сюда ну так оранжевый умбра белилки там красненько тоже попалась чуть-чуть по чуть-чуть добавляю белил делаю примерно тот же оттеночек здесь у нас пойдет это пятно то есть у нас вот это коричневая это белая то есть где-то вот до судова а еще вот забыла вот это вот шерстка так где она у нас вот она заканчивается вот здесь тоже этот оттеночек там дальше более рыженький тело да вот это вот сама мордаха еще вот примерно вот до суда она доходит этот оттенок и с этой стороны тоже вот тут где-то около ушка и пошли вот так вот по форме так сюда мы тоже заходим себе стоп линию намечу так приблизительно они вот на одном уровне то есть вот тут все чтобы знаете как бы делаю иногда все такие засечки чтобы не увлечься и скажем так не перестараться да так здесь у нас беленькие аккуратно обхожу так сюда еще окуна в разбавитель чуть-чуть так все стоп 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 здесь у нас вот здесь идет вот до глазика доходит что-то такое так умбра оранжевый отсюда захватил этот разбеленный оранжевый такие вот нежные бежевые оттенки здесь у нас черные да вот эти пятна и в другом направлении вот такие более бежевые пятнышки видны и оранжевый с умброй тут под глазами давайте сделаем оранжевого побольше коричневый был захватила прямом бру вот тут такие вот пятнышки и захожу слегка на индиго и вот здесь тоже такие более темные пятнышки так где у нас еще вот этот бежевый оттенок бежевый я вижу чуть-чуть вот здесь сделаю около щечек здесь чуть-чуть светлее дальше этот же бежевый где-то вот можно нанести такой вот почти разбавителем кое-где вот здесь чтобы он потом в белом здесь немножко чтобы в белом он потом кое-где такие оттенки давал легкие возьму теперь сюда вот белила охран такой желтоватый как бы оттенок эти белые пятнышки вот тут у нас вот так шерстка пойдет даже белилок больше так сухенько такие вот светлые пятнышки и на глазико и на глазиком аккуратненько прохожу с этой стороны аналогичная ситуация то есть видите я не чистым белым заполняю для маленьких каких-то вот уголки вот здесь да я возьму уже кисточку поменьше потому что неудобно потому что так возьму вот эту манюнку с раздавителем и вот сюда так куда они там доходят у нас здесь нужно пошире даже и здесь соответственно вот так и под глазками ну уже эта кисточка в руках я буду так вот втирающими движениями здесь вот тонкая линия здесь аккуратненько прохожу так вот так индиго вот здесь у меня чуть-чуть глазик затерся возвращаю опять беру охра бельюки с этой стороны тоже вот так вот закрываю в принципе вот эта кисточка набора этого детского очень классно прям мне аж нравится она много краски не берет то есть такой не переборщишь так вот это пятно у меня пропало возвращаю прям вот и набираю вот красавчик получается у нас так что то я еще этой кисточкой маленькой хотела а вот здесь вот носик носик у нас друзья вот здесь светлая часть и они будут вот тут вот тут вот так так они доходят ну где-то до сюда доходит это светлая часть нигде я чуть-чуть подмешивается становится не чистого христа такой вот он бежевый что ли так вот здесь чуть-чуть перебор так промываю от белого возьму умбру так вот чуть-чуть подрежу это дело пускай так дальше опять возьму свою эту тайскую синтетику умбра оранжевый так оранжевого побольше вот здесь вот ушки вот здесь у нас потоньше сюда идем вот так вот спускаемся захожу в этот светлый цвет да так вот плавный переход то есть мы видим что ухо темнее да но граница то это шерсть нет каких-то конкретных то есть можно вот так допустим нанести да и пальчиком 1 1 1 это все хоп и она так вот как бы растушевалась здесь ушко это как бы мы видим наружную часть ушка немножко дальше вот такой оранжеват такой подпачканный оттенок у нас есть вот здесь слегка по краю это потом можно в принципе сделать ворсинками как бы выделить его чтобы а можно сильно кстати и не вы не уводить то есть это у нас же дальше правильно часть это ближе то есть это должна быть четче то более так можно и тут сама можно какие-то не добавить в оранжевый добавлю чуть-чуть желтого и белый наверно так вот здесь такой вот да вот такой оттенок лучше добавляю закрываю спиночку иногда знаете вот прописывать там хорошо как бы ворсинки да вот это все а иногда даже наоборот лучше оставить вот как раз таки какую-то недосказанность недописанность то есть общее ощущение как бы дали да видно что до работа как бы закончена но что-то бы доделал иногда вот эта недосказанность она наоборот привлекает внимание индиго с белилами вот здесь в ушки я заполняю таким цветом таким сереньким сереньким да все заполняю сереньким там уже ворсинками и вот смотрите сейчас хватается этот оранжевый где-то он с кисточки до выходит кисточками и ушка у нас получается такое вот и серенькие оранжевого ты там и вот это вот как раз таки как раз таки называется живопись то есть у нас там разные оттенки вот такое вот узко здесь опять таки слегка слегка вот так вот пройдусь мягче вот эту темноту дальше в этом все да то же самое делаем так индиго белилом покинули чуть-чуть такое она в тени вот эту границу с оранжевым как-то стараюсь более аккуратно сделать чуть-чуть добавляю белил побольше здесь вот серенький посветлее виде я краску набираю не загребаю как-то ну вот окунула чуть-чуть да там даже лишнего сняла вот добавила то есть чуть-чуть понемножку работы и опять вот здесь вот так вот можно даже пальцем красочки немного смягчила теперь возьму индигу и верну перемягчила то есть темноты вот здесь немножечко пальчик дает такие вот бы эффекты да не какие-то там правильные мазки да вот именно такой вот хаос небрежность какую-то так пока у меня кисточка в индиго я возьму опять вот этот же серенький такой довольно таки темно-серенький и вот здесь здесь мы подбородочек закроем сейчас этим цветом вот потом у нас теневая вот здесь будет где-то она будет так вот вот так где-то будет теневая тут еще нам надо рыжий сделать сейчас пока в индиго кисть и умбра сюда добавлю вот такой оттенок чтобы у нас с подбородком не сливался и он чуть-чуть как бы теплее стал из-за умбра этот серенький стал немножко теплее так и вот так вот по направлению роста шорстки китай довольно таки темный оттенок пока здесь пока вот так обхожу здесь рост волос вот примерно середина грудки да и они вот так вот треугольничком сюда спускаются так здесь здесь у нас что у нас здесь тут у нас вот так вот оно идет здесь тоже тут вот такая прям даже можно больше индиго такая прям теневая там в этих частях но не чистая так вот с этим смешиваем вот так вот втерли а сюда ниже пойдет он тоже довольно таки темный но больше больше умбра преобладает то есть на там больше ким теплинка какая-то тоже индиго как бы есть но в целом как бы такой вот он теплее чем вот этот скажем так то есть вот как такую подal до над то есть кисточку протираю и сухой вот этот стык так вот прохожу опять протерла и вот так то есть что-то типа плавного перехода так больше беру сюда белил охран белила охра вот здесь сделать пятно светлее здесь немножко светлее и вот так можно пальчику тоже нужно протирать более светлые оттенки далее далее здесь тут вот где-то вот здесь будут рыжие начинаться здесь вот тут где-то и внизу вот тут более таки светлая но с охрочкой оттенки и вот сюда тоже наношу вот так вот наношу кисть опять-таки протерла чуть-чуть вот так вот так давайте вот эту рыжину сделаем так здесь у нас оттеночек вот эта часть пойдет умбра с оранжевым вот сюда у нас идет тут бы тоже конечно тонкую кисточку взять уже ладно верну потом черную полосу так так на трусу выбор с оранжевым вот сюда так идёт где-то до суда можно здесь чуть-чуть добавить и потом добавляя желтого чуть-чуть белью тем более ярким у нас вот эта часть пойдет этого белого и плавно она туда в белых пошло то есть растворяться пальчиком растянули с этой стороны дошли до белого и вот так пальчиком в белый потянули то есть она плавно там туда ушло оранжевый желтый опять намешиваем чуть-чуть белью здесь тоже так что-то очень яркий успокаиваем брай еще добавлю чересчуром какой-то ядовито-оранжевый этот кусочек мы закрываем полностью таким цветом здесь шерстка тоненькая короткие волоски прорисовывать не надо и остались у нас в принципе щечки да так бельно оранжевым бельно оранжевым здесь у нас еще вот такая красавица уже начинает появляться да так я сейчас возьму наверно красный и с умброй то есть такой довольно таки темный темный красный вот там внутри у нас язычок да то есть он с красненькой где-то более красный но такой вот неяркий пока не обращая внимание на зубы закрою зубы сделаем потом на картинке на фотографии тоже вот когда рисуете приблизительно как бы подбираем дамы чаще всего такие вот вот сюда поближе более красноватого в глубину даже вот индивидуально так вот на картинке либо на фотографии оттенки когда подбираете ну что-то приблизительное да вот подбирайте один в один как бы вы не попадете почему потому что экран монитора тоже искажает плюс это может быть от фотошоп лена да еще то есть ну как бы может быть ощущение неправильная от как бы плюс вот эти вот знаете в экранах мониторов там же эти лампочки подсвечивают они дают еще вот эту яркость окраска естественно она так не ляжет ну то есть если что-то такое прям сильно не получается оттенок вот подобрать как именно там на работе особо не переживайте беру белила с индиго то есть но довольно таки светлый видите оттеночек вот и сейчас закрою вот здесь еще даже больше белилок вот так легонечко 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 закрываю здесь сюда двигаюсь так вот у меня шост когда растет слегка заходя на индиго то есть уже получается ощущение вот этого пушистости этой полностью индиго тоже как бы мы не перекрываем это же наши черные полосочки на мордахе так и сюда вот мы начинаем заполнять разбавителя куну вот чуть-чуть сюда поднимаюсь повод этому бежевому и вот сюда 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 здесь уже такая шерстка более длинная вот сюда мордашки пришли дальше вот эту часть приблизительно смотрим одинаково чтобы высота как бы не надо идеально прям это у нас там не ваза да какая-то чтоб у нас идеальная пропорции какие-то были приблизительно хотя бы живы с кисточки выходит сюда к мордочке пришли дальше сама мордочка у нас будет потеплее то есть белый оттенок потеплее беру белила и охрану то есть почти белила ну такие слегка подпачканы и и здесь вот так же как мы вот эти вот точечки под усики наносили такими же движениями только в окно между ними да как бы наношу вот этот охристы более тупенький оттенок и с этой стороны тоже самое 1 смотрю чтобы у меня сильно такие черные пятна не были там у нас они как бы не сильно да так видны ну вот в принципе мы избавились уже от белого холста теперь этой же кисточкой я возьму охру красненький 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 и наверно с белилами желтенького мне надо сделать цвет зубов какой-нибудь ну вот что-то такое с белилками то есть не белые и и вот я ставлю так они в принципе как треугольнички на вот что-то такое зубик один и здесь вот так вот 2 ну такое что-то и впереди я вижу здесь у него такие вот ну тоже особо не буду я там вырисовывать каждый зуб просто поставлю какие-то небольшие мазочки напоминающие зубки то есть не понятно же да что зубы понятно желтый белила можно подпачкать этим чуть-чуть то есть опять таки не белый вот этот зубик тут у нас такой блечок есть лёгкий чуть-чуть поярче и вот здесь у этого тоже по краешку там что-то светлое ну и на этих давайте сделаем какие-то мазочки по как бы по верхней части плоскость зуба дают я возьму маленькую кисточку это топорщится во все стороны как бы вот эту вот верхнюю часть что такое не хочет вот эту раз так вот показала зубики вот что-то такое получилось так возьму здесь вот затем вот так как бы подразделить немножко так красноватым вот этот у меня какой-то очень получился такой большой краской можно подрезать так вот такой вот прогиб у них вот зубиков теперь когда вот нет холста до вот этого белого я вижу что у меня прям вот не хватает мне яркости в глаза я беру этот зеленоватый оттенок желтенький чуть-чуть охра глил и я вот здесь под зрачками добавлю вот таких вот зеленоватых этих пятнышек поставила кисть протерла и опять таки вот его надо мягенько туда писать и то же самое здесь аккуратно мягенько так вписать вот мы уже как бы повеселее до глубина глаз появилась пробу ли перри возьму кисточку вот такую вот щетинку небольшом количестве разбавителя вот оттенками которыми мы писали только вот чуть-чуть делаем их посветлее и буду причесывать показывать шерсть здесь на носике короткие музычки дели касаясь или дели касаясь лишний разбавитель нужно это промакивать лишнюю красочку чтобы не любили писала . в одну сторону в другую здесь чуть-чуть посветлее вот серединке да и вот стороны мы идем от носопырки самой уже так вот вверх далее вот здесь смягчаем чуть-чуть то есть вот так проходим можно даже вот так вот окунать разбавитель и так красочка будет растворяться слегка и окрашивать кисточку здесь направление волосков здесь берем белилки оранжевый жиденько лишнюю снимаем как бы начинаем его причесывать здесь даже не обязательно прям вот идеально там очень много делать там этих ворсинок то есть главное нам показать сами основные направления куда у нас шерстка идет дальше вот теми остатками здесь чуть-чуть вот так вот поцарапаю как бы даже вот прикладывание покажу желтый белила оранжевый краски очень очень мало здесь у нас шерстка вот так вот идет здесь у нас шерстка вот так вот идет белила желтый оранжевый желтый оранжевый здесь у нас не так пойдет направление шерстки добавляю разбавитель если густая красочка то есть нам нужно лёгенькими мазочками показываем слегка захожу на индиго чтобы за такая то есть мы будем растушевывать добавлять вот эти ворсинки в основном светлые но оранжевые светлые белые а индиго полоса мы не трогаем с этой стороны сюда идут в эту сторону дальше есть также далее он был оранжевый вот здесь чуть-чуть приглажу даже вот особо таких вот не видно ворсинок ну так вот слегка приглажу где места непрокрашенные добавлю сюда чего-то оранжевые ушки здесь вот так вот прикладываю прям по самому краешку чтобы показать какую-то легкую пушистость здесь маленькие-маленькие волосинки на ушках сюда чуть-чуть дальше возьму бельюки где-нибудь в этой стороне жиденько лишнее вот так протираю чтоб такого вот остатки были здесь здесь пушится посветление вот так вот дотронуть коротенькими движениями здесь добавляем слегка касаюсь вот остаются такие вот что-то напоминающее как бы ворсинки патушок и далее вот здесь еще возьмем белью вот 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 так здесь вот то заходя на индиго также где-то кисточку блоком ставлю где-то прям тошно все-таки пока ставим возьму сделаем ушки здесь у нас такая прям светлая полосочка идет вот здесь тоже вот так заворот ушка вот эта рыженькая отделяется темненького и вот отсюда они все у нас вот так вот пушинки эти длинные такие довольно таки волоски здесь в обратную сторону здесь краям более таки коротенькие немножко на фон выходим какие-то можно показать не совсем белые но более такие белесые волоски вот так есть в чем мне хочется белый добавить побольше прям пастозно набираю чтобы оставались такие прям волоски волоски все-таки у нас белое дам пятно вот здесь сверху вот этих персиков я добавлю более светлых белесых вот этим же цветом я прорабатываю так вот здесь вот так вот здесь вот так вот тут колоночки чуть-чуть потыкаю немножко так теперь беру блинки еще добавляю себе разбавитель вот так вот делаю ее растрепанную сделаем здесь здесь уже шерстка такая более длинная и вот сюда кнопочки покороче приблизительно щечки делаем одинаковые теперь этой же кисточка цепляю оранжеватый и пошла так чтобы опять вдруг подцепила сюда здесь тоже то есть все эти мазочки делаем пушистенькими волосатенькими вот здесь край тоже чуть-чуть проработаем немножко и та вот темная линия чуть-чуть она видна пускай так и будет видна немножко так индиго сюда добавляем делаю вот здесь ворсинки на разбавителе легонечко касаюсь чтобы больших таких пляксочек не оставляла и и ворсинки на движением серединку приходим и и и и и и и в Poner и н и и и он опять пербелинки захожу в оранжевый плавный переход оранжеватый здесь тоже чуть-чуть по ушку пройду немножко легонечко чересчур светло индийскую желтую добавим сделать такой золотистый красивый оттенок между полосочками нашими на черненькие вот граница рыжей и черной захожу чтобы черные не пятнами было как дали пушистыми тоже полосочками вот так вот причесываем здесь тоже теперь берут так теперь поработаем с губой беру вот этот голубоватый оттенок с индиго вот здесь у нас тут легенький легенький такой плечок поставили пальчиком вот так вот туда втерли и с этой стороны тоже тоже как бы толщинка легонечко легонечко и теперь сереньким оттенком более светленьким с белинками вот здесь вот подбородочек тоже волосенки вот так вот прям потыкала потыкала просто потом беру более светлый цвет более жидко и резким движением вот так вот в разные стороны более светлые волоски вот так вот добавлю все таки немножко красненький в носик вот немножечко вот тут у колонок и пальчиком придавлю вот такой розоватый так еще беру беленький более густенько более густенько более густенько немножко меняется направление волосков и более пастозно но так распределяем чтобы небольшим густом висела краска так как и про все кисточки было вот так вот плоско кое-где вот здесь вот на мордашке каких-то таких более ярких белых человек захожу на фон волосками волосками вот здесь на черную полосу заходим, чтобы резкой границы не было доставками краски еще и здесь прохожу волоски в ушках волоски в ушках я думаю достаточно теперь нам нужно прорисовать усики для этого я возьму лайнер белбелила очень-очень-очень жидко очень-очень вот здесь проработаю и вот здесь посветлее носик теперь делаем усики усики у нас ближе сюда будут покороче коротенькие середина по длине по длине и туда дальше еще короче ну то есть вернее самые короткие здесь по длине и что-то среднее вот здесь то есть вот здесь вот здесь в коричневом тоже черная точка от них тоже усики идут и вот начинаем очень быстро пускай пускай пересекаются как-то так как-то так вот интересно ближе к мордашке делаем вот такие вот коротенькие вот тут коротенькие коротенькие теперь длиннее раздавитель если сухо идет и легонечко не давим на кисточку чтобы получались красивые усики есть усики есть вот здесь добавлю над носиком еще светлости также жизненько можно какие-то отдельные в ушках сделать волоски более жиденько вот так ну на этом в принципе можно закончить и так индиго подправлю глазик здесь игрушка здесь пятнышки верну и вот здесь сделаю потолще стрелочки вот и его сверху еще сделаю чтобы он такой суровенький был вот этот уголок когда делаем вот так вот раз а потом вниз опускается вот такую строгость ему добавляют вот так можно какие-нибудь пятнышки поставить вот так поинтереснее то добрый какой-то ну и фон в принципе можно сделать и по столу это не надо то есть нет я наверное оставлю так единственное 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 что можно поставить каким-нибудь сереньким где-нибудь здесь к примеру подпись с вами подпись с подпись с подпись с подпись с все наш тюбик готов ставьте лайк подписывайтесь на канал если не подписаны включайте колокольчик чтобы не пропускать новое видео но на этом я с вами прощаюсь до скорой встречи в новом видео пока пока подпись с подпись с подпись с